Слава Господу! Что воистину ценно для Господа, то, что Бог поместил в наши сердца? Давайте мы вначале порассуждаем и определимся в самом понятии ценности. Что такое ценности? Я бы хотел этот вопрос адресовать вам. Вы можете с места говорить. Когда вы слышите это слово, ценности, что вы представляете в этот момент? Сокровище. Спасибо. Спасение. То, что как? Приоритетно является для человека. Сокровище. Да. Что-то важное. Спасибо, Владимир. Что-то очень дорогое, да? Редко. Редкоземельное. Что-то, за что заплачена цена. Что еще мы можем? Любимое. Плоды Святого Духа. Ну, мы уже идем уже с самого понятия. Ценность как таковая, да? Ценность. Что такое ценности, да? Спасибо большое. Конечно, я подготовился. Вы не готовились, поэтому... Но все-таки я... Мы это говорим не для того, чтобы, знаете, ну, показать там наш ум и так далее, да? А для того, чтобы мы немножечко поработали и чтобы мы вытащили, да, это из своего сердца. Можно сказать так, что ценности – это то, что является для нас ориентиром в жизни. То, на что мы ориентированы во время принятия каких-то решений или сложных решений, судьбоносных решений. То, что является для нас ориентиром. То есть, обычно человек принимает решения относительно своих ценностей. Почему так важно, когда люди, например, молодые люди, которые хотят связать свою жизнь узами супружества. Почему так важно, мы учим, да, в церквях, в общинах, что важно, чтобы у вас были одни и те же ценности. Ну, некоторые говорят, ну, пусть он неверующий, но зато он хороший человек. Ну, да, он может быть действительно хорошим человеком, но каковы ценности в его жизни? Что будет для него ориентирован в тот момент, когда будут сложности, когда будут испытания в отношениях? На что он будет ориентирован? На своих друзей или на свои какие-то вот переживания, чувствования субъективные? На веяние моды? Или на Божье Слово? Или на Христа? Вот что для человека ценно, да? Итак, ценности – это то, что является ориентиром в жизни. Ценности – это то, что для нас по-настоящему важно и весомо. По-настоящему важно и весомо. Это то, что определяет, по сути, наше поведение. Ценности также можно обозначить как, немножко сложно, но я скажу, как смыслообразующее, такое основание человеческого бытия, то есть то, что для тебя является воистину смыслом жизни. Ты отталкиваешься от этого. То, к чему мы стремимся и хотим достичь. Потому что ценность – это такая категория бытия, которую мы никогда не сможем достичь. Это что-то, что будет выше нас, и мы всегда к этому будем стремиться. И это будет нас поднимать. Это будет нас двигать и сподвигать на рост. Господь трудится над нами в церкви. Господь спас нас в церкви. Но у Него есть какие-то цели для церкви. И есть то, что действительно для Бога важно, очень важно, чтобы совершалось в нашей жизни. Мы сейчас не будем говорить о всех ценностях, потому что сложно действительно в одной проповеди. Конечно, я думаю, что самая важная ценность, для чего нас Христос спас и поместил в церковь, чтобы мы росли и развивались, самая важная ценность – это чтобы мы были экономически свободны. Нет. Христос нас спас и поместил в церковь для того, чтобы мы были исцелённые, чтобы наши тела никогда не болели. Является ли это самой главной ценностью? Ну, это тоже важно. Но для этого ли Бог нас спас? Какой бы ты ни был здоровый, мы в 90 лет, и кто-то раньше, мы уходим на небеса. Самая главная ценность, ради чего Господь нас спас и поместил в церковь, это чтобы и то, над чем Он трудится каждый день, как горшечник над глиной, это чтобы Его Сын Иисус Христос отобразился в нашей жизни. Через ситуации, которые мы проходим, иногда бессмысленные, иногда сложные, через падения и взлёты, через долины смертной тени и через возвышенности, через успех, через всё это Бог проводит нас ради одной только цели, самой высшей цели относительно человека, это чтобы Его Сын отобразился в нас, отобразился в нашей жизни. Чтобы мы были похожи на Него, как дети похожи на своего Отца. Но я сегодня буду говорить не об этой ценности, я буду говорить о другой ценности. Эта ценность называется, звучит так, примерно так. Искать потерянных и приводить их ко Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41-42. Апостол Андрей находит брата своего и приводит его к Иисусу. Андрей находит брата своего, Петра, и приводит его к Иисусу. Давайте мы с вами все внимательно откроем и прочитаем, да, откроем Евангелие от Луки сейчас, 19-ю главу, и внимательно прочитаем. Евангелие от Луки, 19-я глава, с 1-го стиха. Это фрагмент жизни Христа. То, что происходило со Христом, маленький такой слепок, маленький, маленькая щель, в которую мы можем заглянуть и немножко подсмотреть, да, через годы истории, что же там было, что же там происходило. Живая конкретная история. Евангелие от Луки, 19-я глава, с 1-го стиха. Давайте мы прочитаем ее всю. Луки, 19-я глава, с 1-го стиха. Потом Иисус вошел в Ерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, то есть Христу, надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали радоваться. Вы следите за текстом? Тоже радоваться, да? А или нет? И что у вас написано? Начали роптать. И что говорили? И говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу. Господи. То есть вот во время этого процесса Закхей встает и говорит, Господи, что-то нашло на него, да? Говорит, Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо. И Иисус сказал ему, давайте теперь, внимание, да? Это будет наш центральный стих сегодня. И Иисус сказал ему, ныне, вот сейчас, вы все свидетели, что-то произошло сейчас. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Для чего Иисус Христос пришел на эту землю? Божественная сторона – это чтобы явить Бога людям. Чтобы люди узнали, каков Бог, потому что это основа всего. Он воплощенный логос, он воплощенный Бог, Бог во плоти, да? Родившийся. Это величайшее таинство, это величайшее чудо. Но человеческая сторона служения Христа – это спасти людей, спасать людей. То есть, мы видим здесь ценность, которая была глубоко в сердце Христа. Это была ценность Его жизни. Какая была ценность Его жизни на основании этого слова, которое Он сказал? Это одна из ценностей Иисуса. Мы можем увидеть, Он сказал, я пришел ради этого. Я пришел, чтобы взыскать, то есть найти и спасти погибшие. Сколько нам позволит сегодня время, мы давайте более детально разберем вот эти три слова, а за ними стоит не просто смысл, а воля и изъявления, ценностные установки, то, ради чего жил Христос. Взыскать, первое слово, взыскать, спасти погибшие. Взыскать и спасти погибшие. Итак, Господь Иисус Христос приходит в город. В этом городе Ерехоне жил человек, начальник мытари. Кто такие были мытари? Мытари – это были евреи, иудеи, которые получали многие эллинское или греческое, или языческое образование. Соответственно, они были нерелигиозны в их формате, недуховные люди. Они были отлучены от синагог. Они считались теми людьми, которые предали свою веру, предали веру отцов и даже свой народ, социум, потому что начали служить на римскую власть. А римская империя в тот момент, она доминировала, и она включила иудею в свой состав. Соответственно, с каждого человека по переписи взымался определенный налог. И эти налоги должны были изымать мытари. Люди местные, которые знают местный менталитет, которые знают, кто где как живет и кто где может что спрятать. Скорее всего, мытари помимо положенного налога, который они должны были взымать, они взымали еще что-то. Обижали каким-то образом других. То есть, они брали лишнее, они как-то превышали свои полномочия. И поэтому мытари не просто, знаете, как бы к ним относились так нейтрально или не любили их, их просто ненавидели. Их ненавидел народ. А начальника мытарей народ ненавидел, я думаю, что больше всех рядовых мытарей. Но он жил посреди этого народа, он жил посреди этого города. Но он был человек. Он был сын Авраама. У него была душа. У него была совесть. И он понимал, что в этом контексте своей культуры он не сможет ни с кем поговорить о Боге и спастись. Мы не знаем, в каком вообще состоянии был Закхей. Может быть, это был один из последних дней вообще его жизни. Мы не знаем, через что он проходил или через какие стрессы он проходил. Но обычно, перед спасением, перед встречей с Богом, обычно это самое темное время у человека. Самое тяжелое, самое темное такое. И самое давление большое происходит. На кануне великого освобождения происходит самое великое давление. То есть мы не знаем о его жизни, но, скорее всего, у него был поиск Бога. Мы видим это из текста, что он искал видеть Иисуса. Кто он? Ну, наверное, он слышал о нем. Может быть, он слышал о нем, что Иисус воскрешал мертвых, исцелял больных, слепым давал зрение. Он слышал о нем, что блудницы становились праведными людьми и имели шанс на спасение. Мытари где-то там. Может быть, он услышал, что какой-то мытарь. А один из мытарей, который был в команде Иисуса Христа, один из апостолов Иисуса Христа, потому что Иисус пришел с учениками в этот город. Это был Матфей. Может, они даже где-то вот по своему роду деятельности на каких-нибудь семинарах с ним пересекались, этим Матфеем, Иезакхеем. Где-то они встречались, и он слышал, я хочу поговорить с этим молодым раввином, я хочу с этим раввином пообщаться, потому что с моими раввином я общаться не могу. Они даже не поздороваются со мной, они даже перейдут на другую сторону улицы, если я буду по одной идти, потому что я оскверню их, моя тень может осквернить их. Но он был маленького роста, огромная толпа окружала Христа, Иезакхеем был маленького роста, он никак не мог туда проникнуться, и у него появилась идея. Он траекторию просчитал, он знал свой город хорошо, он знал, что там смоковница, он думает, никак не могу, никак, ни с этой, ни с этой, ни с этой стороны. Забегу-ка я вперед, залезу на смоковницу, и вот так вот как раз Иисус будет проходить, хотя бы посмотрю на него, хотя бы посмотрю ему в глаза, хотя бы... Мне интересен этот человек, вот мне интересна эта личность. Вот представьте, взрослый человек, да, лезет на дерево. Вот вы можете представить себе человека солидного, у него, скорее всего, была дорогая одежда, у него, он, как говорится, держал свое лицо, он находился во враждебном обществе, чтобы вот он полез на дерево. Ну, это все-таки, ну, как-то немножко замарается, как минимум человек, да, то есть, ну, это как-то странновато, он лезет, лезет на дерево, это нужно еще уметь залезть на дерево. То есть, только в экстренных случаях человек может залезть на дерево. Я помню, как-то мы кездили к родственникам в детстве моем в поселок Бородулиха, и там реальная история была, женщина, она хромала, она вот еле ходит, и она с двумя сумками идет вот по этой Бородулихе, и на нее выбегает огромный бык, сбесившийся, который сорвался с цепи, и он бежит на нее. Знаете, что сделала эта женщина? Она влезла на столб деревянный. Это реально. Вместе со своими сумками, с авоськами. Это в 80-х годах. Моментально. Потом ее оттуда снимали, и когда спрашивали, как ты туда залезла, она говорит, я вообще даже не помню, даже, даже, я не знаю даже, как я, вот на стандартный стол, представляете? Причем достаточно высоко, так, чтобы бык ее не задел. То есть, это только экстренная ситуация, может быть, чтобы лезть на дерево. У Захи была вот такая ситуация, он понимал, мне все равно уже, как на меня посмотрят, что там, как-то меня оценят. Мне сейчас важно спасти свою душу. Наверное, там такая боль была, да? И он залез на это дерево, и вот он висит на этом дереве Захи. Ну, не солидно, но. Ну, он дискредитирует в лице себя всех мытарей, как бы, планеты, да? Но он все равно залез и смотрит. И вы знаете, о чудо! Это реальное чудо. Христос проходит, смотрит и говорит ему Захи, я не знаю, получил ли Христос откровение от Бога этой ночью. Ну, может быть, скорее всего. Я думаю, да. Либо кто-то ему сказал. Но, тем не менее, Христос знал, что так будет, что, может быть, видение он видел. Мы не знаем, но он обращается к нему и к Захею, потому что все его окружение, оно даже не помыслило бы о таком. Обычно они у фарисеев в доме останавливаются, у благочестивых людей или у простых, знаете, людей. А тут мытарь, ну, что ж такое, ну. Иисус говорит ему Захей, сойди скорее, ну, слезай, слезай с дерева, потому что сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. Вы представляете, не просто поздороваться, не просто поговорить. Он идет к нему в дом. И Христа в этот момент не интересует мнение людей, что там о нем скажут, подумают и так далее. Потому что люди осуждали действия Иисуса. Общество осуждало действия Иисуса. Тем не менее, Иисус входит, они кушают, общаются. В одном из фильмов, мне так нравится этот фрагмент, в одном из фильмов Иисуса, один из фильмов, по-моему, трехчасовой, там вот они, показана эта сцена. И Петр такой, с такой недовольный, таким выражением лица, кислым таким сидит, не может эту лепешку есть, там все в окно заглядывают. И Иисус говорит, надо любить людей. Он говорит, я стараюсь, Господи. Он говорит, продолжай стараться, Петр, продолжай стараться. Интересный такой, просто, ну, как бы, фрагмент, вольная интерпретация Евангелия через вот этого режиссера. Мне так понравился этот момент. То есть, люди напрягались, да, от этого. Но в этом общении Христос служил в душе этого человека. И Христу важен был этот человек, вот, как личность, как человек, да, перед Богом. Как ребенок, как дитя. И вдруг что-то с ним происходит. У него происходят вот эти процессы. Он говорит, Господи, я вот это все отдаю. Я сейчас вот, кого я обидел, я вчетверо воздам. И Иисус говорит, спасение пришло в этот дом. Потому что и я пришел, я пришел найти и спасти погибшее. Итак, первое слово, искать. Иисус искал. Давайте я об этом подумаю. Иисус окружал очень много людей, постоянно. После крещения от Иоанна, очень много людей, до самой смерти на кресте, огромное количество людей окружало его. И кажется, что так много людей рядом с тобой, Иисус. Толпы за тобой ходят в пустыню, толпы вокруг тебя в храме, во всех городах и селениях. Да, это правда, так и есть. Но Христос был направлен на то, чтобы искать тех людей, у кого эта искорка Богоискания зажгется. Кто не просто увидит в Иисусе того, кто кормит, исцеляет и воскрешает, а кто увидит в Иисусе Сына Божьего, у кого глаголы вечной жизни, у кого ключи спасения, у кого ключи от человеческой души, чтобы эту душу спасти и исцелить. Эта искорка зажглась в сердце Матфея Мытаря, в сердце женщины Самарянки и многих-многих других, Петра, Якова, Иоанна. И в сердце этого Закхея. Иисус ищет этих людей. Он искал этих людей. Да, Он служил всем, но Он постоянно был настроен на поиски. Он говорит, я пришел, чтобы искать. Я пришел, чтобы искать. Это была Его ценность. Это была Его ценность. Искать тех, кто загорится, в ком Бог. Мы не знаем почему. Мы не знаем, у кого ключи этих процессов, кто их включает в эти процессы. И, наверное, мы и не узнаем никогда. Но каким-то образом кого-то Бог зажигает. И у человека есть Богопознание. И он хочет услышать. Иисус ищет таких людей. Иисус любит всех. Не поймите меня неправильно. Но Он ищет именно тех, кто... Вот эти души, которые откликаются. Откликаются. Об этом поиске Христос говорил в притчах. Например, притча о потерянной овце. Притча о потерянной драхме. Бывало ли, когда что-нибудь у вас такое... Притча о потерянной драхме в современном переводе. Вы потеряли важный документ. Кто-нибудь когда-нибудь терял важный документ? Я тоже один раз терял. И вот вдруг ты знаешь, там лежат документы. У тебя там какая-то серьезная встреча. И тебе нужны эти документы. Ты знаешь, что они лежат там. Ты открываешь этот ящик, ты ищешь. И холодный пот тебя просто пробивает. Нет этих документов. Да где же они же тут были? Ты листаешь, листаешь. Нету. Что мы начинаем делать? Мы начинаем звонить. Слушай, ты не видел, ты не брал, родни и так далее. Мы ищем, мы включаем свет, мы все переворачиваем, чтобы найти этот документ. И вот мы его нашли. Вот знаете, в этот момент, когда человеку... У него приоритет, ценность в данный момент найти этот документ. Если кто-нибудь ему скажет, а пойдем в кино. Или, а пойдем вот поотдыхаем, погуляем. Мы скажем, слушай, я люблю как бы отдыхать и гулять, но я не могу сейчас. У меня сейчас вот доминанта. Мне надо найти. Вот мне нужно найти этот документ. И когда мы находим этот документ, а он оказывается где-то все-таки там, или завалялся, или вот мы его не заметили, мы нашли. Как? Что он с нами просил? Нам хорошо. Как сделать человеку хорошо? Сделай плохо, а потом верни, как было, да? По одному. Это не библейское выражение. И нам хорошо. Как-то, вау, на душе так радостно, благостно. Мы нашли, и мы радуемся, и мы зовем своих друзей и подруг, да, как та женщина, говорим, порадуйтесь со мной, я нашел этот документ, все, успокойтесь, все нормально. Слава Богу. И все, ооо, радуются с тобой. Современная притча о потерянной овце. Один раз мы пришли, я такой, что-то загруженный был, столько всего и столько информации, и мы приезжаем с детьми на базар, у нас Тимиртау, там, нам нужно купить, там, картошку, там, ну, много всего. Я двоих старших детей взял с собой, у меня четверо, твердбала, четыре мальчика, сила есть мне, я теперь особо вообще сумки не таскаю, а они все, я просто так руковожу, знаете. Вот, в общем, приехали мы туда, но это уже еще было давно, они маленькие были, но все равно уже помогали. Я загруженный, там пытался машину поставить, что-то нет, ну, поставил машину, и что-то одному звоню, второму. Вот мы все это загрузили и выходим, машины нет. А что, вы смеетесь реально? У меня просто не до смеха было. Я им говорю, а где наша машина? Они, папа, а где наша машина? Двое. Я говорю, слушай, украли, что ли? А еще такое время было, знаете, опасное. Только и ждали, что что-то там с нами может произойти. Думаю, вот ты смотри, а, увели. Я в стрессе, думаю, еще, еще это, еще, как говорится, жене звоню, слава богу, за жен. У меня, говорю, машину у нас украли, здесь же была, и мои ребятки. Да, да, вот тут, вот тут. Подтверждает. Мне Света говорит, успокойся, она, наверное, как это, да, Рубик-Джан, да, твой этот... Один умный вещь скажу, твоя машина стоит в другом, этом, в соседнем дворе, да. И вот то же самое, как этот Рубик-Джан. И она говорит, да ты ее просто не в том месте поставил. Кому нужна эта наша машина? Иди посмотри. Проверь. Я говорю, да нет, она вот тут, и эти двое мои. Да, папа, модный. Она точно, мы в другом месте поставили. И так хорошо. Ой, слава тебе, Господи, мы воздали Богу, слава. Мы нашли эту потерянную овцу. Вот в этот момент, ты же не будешь, знаешь, если в этот момент мне скажут, да ладно, ну пошли там, отдохнем там, куда-нибудь купаться сходим. Ты не пойдешь, то тебе надо решить этот вопрос, да. Иисус говорит об этом, да, и другие притчи тоже, о сокровище, скрытом на поле, о неводе вылавливающем рыб и так далее. Иисус говорит, я пришел искать. То есть, он в состоянии поиска. Вопрос к нам не риторический, серьезный вопрос, но на него отвечать не нужно громко. Это вот просто для нас, да. Как насчет меня? Как насчет меня, да. То есть, Иисус приходил и искал, он искал, искал, да. Мы можем и видим примеры из Евангелия. Апостол Андрей, он ищет своего брата и приводит его к Иисусу. Варнава помогает Павлу. Он ищет Павла, да, то есть, он помогает Павлу стать частью общины, частью церкви. И Филипп, чудеса такие, да, когда Господь ему говорит, иди, встань на эту дорогу. Колесница идет, пристань к этой колеснице. Там человек, высокопоставленный чиновник читает. И он начинает ему благовествовать, и тот уверовал и крестился, и он исчез и появился в Азоте. И мы думаем, вот меня бы так Бог использовал. А вы знаете, что до этого Филипп был тем, кто в Самарии проповедовал. То есть, он жил этим. Он жил этим. Это был человек, благовестник, по сути. И Бог использовал его дар. Он развил его дар таким образом, да. Апостол Павел говорит, я должен и Варварам, и Элленам благовествовать. Итак, мы видим, как Божьи люди, у них была доминанта определенная. Спасать. То есть, искать. Искать потерянных. Второе слово мы возьмем у нас в русском языке «взыскать и спасти погибшее». Но мы возьмем вначале слово «погибшее». Второе слово, которое Иисус Христос сказал. Мы знаем, что Бог повелел всем и всюду покаяться. Да все согрешили и лишены славы Божьей. Божьи все под грехом. Человек не может исповедовать праведность, не может спастись, если он не осознает глубоко порочность своей натуры греховной. Если он не поймет в свете Божьего слова и обличения Святого Духа и не увидит свое бедственное положение грешника. Одну историю прочитаю из книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». В ней изображен молодой инженер, который однажды при необычных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века, в начале 20 века, еще таких средств не было, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, с флагами, с корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине. У него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только жена. Каждый раз, с наступлением осени, он исчезал. Он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевали штормы и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он буквально чувствовал силу шторма, обрушивающегося на опоры его моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он снова в Лондоне. Когда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города? Никто не замечает, что в сущности он всегда объят страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачной тайной его жизни. Макс Эйт потрясающе описывает, как это инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона. Но вдруг они исчезли в буйстве шторма. И он сразу понял. Поезд рухнул вниз в бушующую пучину. Мост переломился посередине. Когда я еще, молодой парень, прочитал этот рассказ, это Вильгельм Буш, мне пришла в голову мысль, разве это не сказано о каждом из нас? Все мы строим мост в своей жизни. Если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх. Правильно ли я построил мост в своей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост в нашей жизни не вполне в порядке. И это первое, что бы я хотел вам показать. Это имеется в виду сегодня. Давайте в контексте этой истории простой посмотрим на состояние грешного человека, не спасенного человека. У человека, может быть, все хорошо, перфектно. Но внутри. Многие люди не осознают, это груз вины, груз греха. Но через Евангелие Иисуса Христа, который мы приносим в этот мир, который Церковь должна принести в этот мир, Господь вскрывает эти внутренние проблемы. Господь вскрывает корень, основной корень. Это грех, который принес разрыв с Богом. Спасение могут принять только те, хотя Бог хочет спасти всех, кто увидел и осознал свое бедственное положение. Потому что Иисус пришел спасти грешника, а не праведника. Поэтому, когда человек не осознает, это спасение недоступно. Оно может пройти мимо. Человек думает, у меня все хорошо. А у меня еще все в порядке. Я, в принципе, не такой, знаете, ни насильник, ни убийца и так далее. Но каждый человек грешный. Абсолютно каждый человек. И как тот архитектор молодой, который этот мост построил, только он знал, что там внутри. Только он знал, что там могут быть ошибки, там может быть фатальная ошибка. Третье слово. Итак, взыскать погибшее, спасти. Взыскать и спасти погибшее. Спасти. Только Господь Иисус Христос, так говорит Библия, мы веруем в то, что говорит Библия, мы веруем в Евангелие, в Иисуса Христа, мы христиане. Мы ученики Иисуса, мы веруем в Его слова. Что только Иисус Христос имеет эту власть спасти тех, кто погибает в своих грехах. Потому что Он, Сын Божий, Он рожден непорочным зачатием, как святой и чистый. Он не совершил ни одного греха и умер на кресте. Он стал этой жертвой за грех, Он стал искупителем нашим. Он заплатил полную цену за спасение человека, полную цену за искупление наше. Поэтому Он имеет власть простить грехи. Он имеет власть сделать так, чтобы груз вины ушел с нашей души, ушел с нашей жизни. Мы получаем прощение, приходит свобода, приходит радость. Мы меняемся. Это великое чудо. Когда Саввл, гонитель церкви, становится апостолом, который проповедует Христа, которого однажды гнал, и веру в которую однажды истреблял. Когда грешники становятся праведниками, это величайшее чудо. Величайшее чудо, которое Бог совершает в сердцах. Аминь. Итак, Господь желает спасать. Господь один единственный, кто может спасти. Нас не спасут добрые дела, нас не спасет приход в церковь, или то, что мы будем ходить в церковь. Или даже участвовать в каких-то таинствах. Без веры, без спасения, без встречи с Богом. Это только формальность. Без встречи с Богом, без одухотворения и оживления нашей природы, через Божье Слово, через это семя, через действия Святого Духа. То есть, наше спасение, как мы можем узнать, спасены мы или нет? Мы возрождаемся от Святого Духа. Человек возрождается от Святого Духа. Мы приобретаем другие ценности. И они... Мы не навязываем их себе, они изнутри. Бог просто вкладывает их внутрь нас. Приходит радость, приходит свобода, приходит жизнь, вера, смысл. Аминь. Давайте еще несколько минут у нас есть. Подумаем мы о том, что может побудить сердца других людей к поиску Бога. Пробудить сердца других людей к поиску Бога. Вот с нашей стороны. То есть, мы понимаем, что нам нужно как-то Евангелие Христово принести в этот мир. Мы не можем никого заставить. Мы не можем никого что-то навязать. И мы не делаем это. Но ценность Христа и ценность Первой Церкви все-таки должна быть и моей ценностью. Является ли это моей ценностью? Потому что, в принципе, ученик Иисуса Христа это тот, который живет Его жизнью. Он повторяет, по сути, Его жизнь. В чем-то. В том, в чем мы можем. И если для Христа было важно, и Он сказал, я пришел, это моя миссия, это то, что ценно для меня. Взыскать, то есть, искать и спасать погибших. Важно ли это для меня, как для простого верующего человека? Что может пробудить сердца? Первая мысль, которую я бы с вами поделился. Давайте мы с вами откроем, у кого есть Писание, откроем 1 Петра, 2 глава 11 стих. Возлюбленные, говорит апостол Павел, обращаясь к церкви, и к нам, значит, тоже. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Так, добрые дела. Добрые дела. Это, по сути, визитная карточка верующего человека. И не просто добрые дела, потому что, ну, есть много людей, светских, скажем так, да, которые могут даже где-то фору дать нам в добрых делах. Но мы должны об этом подумать. добрые дела или определенные действия любви, которые бы были экстраординарны, неординарны. То есть, так обычный человек не поступает. Но у нас, у нас могут быть ситуации, Бог может подарить нам эти ситуации, когда с нами несправедливо поступают. Что-то происходит в нашей жизни со стороны неверующих людей, скажем так, да, где мы имеем власть и авторитет и право и действительно, как говорится, справедливость на нашей стороне поставить человека на место или как-то вот определенным образом поступить. Но это возможность для меня проявить Божью любовь. Проявить Божью любовь, проявить доброту. Любовь проявляется так же и в доброте. Да? Одно из проявлений любви это доброта. Простая человеческая доброта. Когда мы делаем что-то, может быть, сверх среднего обывателя. И это может побудить человека именно это. Не то, что наши слова, а в первую очередь наши дела, они могут побудить человека задать вопрос. А почему он это делает? Что его мотивирует это делать? почему человек служит Богу? Что мотивирует его служить Богу в определенных условиях? Иногда нам служить Богу может быть трудно, у нас может быть свой крест, да? И Бог дает нам этот крест, потому что не все хотят нести крест, а точнее, никто не хочет нести крест. Но Иисус нес этот крест, и что Он призвал? Он сказал, возьмите крест свой и идите за Мной. Это написано в Евангелии, это слова Иисуса Христа. Еще одни слова, которые меня могут как-то вот коснуться, и может где-то в уныние нас могут привести. Иисус сказал, кто не берет креста своего и следует за Мной, тот не достоин меня. Ну, это слова Иисуса. Ну, то есть, иногда Бог дает нам именно, а, наверное, не иногда, а, наверное, всегда все-таки Бог дает нам в каких-то моментах, да, чтобы мы могли проявить веру трудности или какие-то сложные, экстремальные условия. А будем ли мы верны Христу? И когда мы верны Христу, в этих условиях люди, именно тогда люди спрашивают, слушай, а почему он это делает? Он, что ли, по-настоящему верит в это? И человек начинает прислушиваться к нашим словам. Да, потому что я по-настоящему в это верю. И я не призываю идти куда-то людей, если я в это не верю, я не иду туда сам. Я иду туда сам. Я делаю сам эти шаги. И, как Иисус говорит, следуй за мной, за ним. И я могу подражать и мне, как я Христу, да, апостол Павел сказал. Мы подражаем Христу. Кто-то подражает нам в чем-то, пока не научится подражать Христу. то есть, добрые дела за то, за что злословят вас, чтобы они, увидев добрые дела, прославили Бога. И они сказали, слушай, но это по-настоящему верующие люди. Как страшно, помилуй нас, Господи, если люди притыкаются о наши дела или поступки, и они отходят от Христа. Помилуй нас, Господь. Боже, помилуй меня. Это одна из моих молитв, чтобы никто не приткнулся обо мне, потому что мы все люди и мы можем ошибаться и так далее. Итак, добрые дела или дела любви. Второе, и я больше не буду о чем-то говорить в этом контексте, да, второе, это, я бы сказал это так, посолить, да, посолить. Колосья на 4 глава, 6 стих. Давайте вместе все откроем. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. А какой соли говорить здесь? Словом Божьим, да? Словом Божьим. По языку можно человека узнать. Вот человек начинает говорить о чем-то, да, или каким-то образом. Мы можем примерно представить, какой срез общества он представляет. Пусть же наша речь будет подобна святым людям, да? И в нашей речи это не то, что, знаете, мы должны использовать сугубо христианские слова, но все-таки когда, например, я общаюсь с людьми неверующими, и для меня это огромная честь с неверующими людьми общаться, потому что в основном меня верующие окружают. Ну, в основном, где я могу общаться с неверующими, это в поездах. Это такое благословение для меня. И я могу использовать какие-то слова, ну, например, или ты садишься в такси и так далее, человек начинает что-то говорить там о погоде, и можно, я иногда говорю, да, действительно, Бог так прекрасно все создал. То есть, ты используешь какие-то слова, то есть, ты даешь человеку, ты немножечко как бы солишь, чтобы, потому что есть люди, которые, ну, как Иисус искал, да, есть люди, которым, может быть, сейчас, они как раз хотят о Боге поговорить. И даже если у тебя не будет этой возможности, потому что мы не будем, это достаточно глубокая интимная сфера, то есть, сразу там кому-то говорить о Боге, да, но человек может знать, слушай, я могу о Боге с ним поговорить, потому что все-таки не дела наши добрые спасают, не то, что люди видят дела, это очень правильно, да, но спасать Евангелие, да, то есть, нам нужно раскрыть людям Христа, жертву Христа, греховное состояние человека, пусть Бог нам поможет в этом. Давайте поднимемся сейчас, по возможности, кто может, давайте мы помолимся о том, что все-таки мы видим из Писания, что приоритет Господа Иисуса, да, его ценность была, он говорит, я вот вообще пришел к этому, я вот сюда и пришел ради этого, чтобы этот Закхей вот так вот себя повел, чтобы этот Закхей уверовал, чтобы спасение к нему пришло, кто его спасет, в этом обществе его никто не спасет, все, значит, он потерян навсегда, для него закрыт путь в рай, слава Богу, Иисус пришел к нему, Закхей, я думаю, даже не представлял, какой он блаженный, о нем, представляете, сколько проповедей, миллионы, наверное, за две тысячи лет уже истории, мы его встретим там на небесах, потому что Иисус сказал спасение, пришел к в этот дом, аминь, а является ли это приоритетом для меня, в моей жизни, я не говорю о том, что это вот все, только это и все, нет, но это должно быть тоже, ну, не на последнем месте, как минимум, да, взыскать и спасти погибших, давайте помолимся об этом, подождемся, пока не вон, пока не будет, ls tulee.